Дневники до пожилых, магнитики для молодых, пассажирам трамвая номер 22, сегодня повезло, люди зашедшие в транспорт, становятся участниками профилактической акции, нацелены на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Свой путь трамвай здоровья начал от Северного депо, конечная станция, остановка УКСМ. Все это время внутри транспорта вслед за кондуктором к пассажирам подходят волонтеры-медики. Студенты медицинского колледжа УЛГУ рассказывают о мерах профилактики инсульта, факторах риска и важности своевременной квалифицированной помощи в случае появления симптомов. Я думаю, что это будет полезно для всех. Мы бы хотели, чтобы люди узнали и первые признаки инсульта, и если что-то случилось, какая-то катастрофа их близких, знакомых, чтобы они знали, как ему помочь. Пассажирам вручили соответствующие листовки и буклеты, специальные магниты, информирующие о первых симптомах инсульта, а также дневники самоконтроля артериального давления и пульса. Владельцу такого дневника теперь необходимо обратиться к участковому терапевту, чтобы научиться правильно заполнять каждую строку документа здоровья. Доченька, я и не проверяю давление никогда. Ну, не знаю, так таблеточку выпью и все. Как вообще вам такая акция, идея такой акции? Правильно ли? Правильно, правильно. Ну что, спасибо вам большое за это. Доброго вам здоровья. Все, чтобы вы заботитесь об нас, об стариках. На ваш взгляд, нужно ли такие акции проводить? Нужно спортом заниматься. Физзарядкой занимаюсь, раз так спортом нет. Утром-то можно встать, руки в стороны, приседания. А вот лишнего нельзя перегружать. Ежегодно в Ульяновской области от инсульта умирает более 1200 человек. По поручению губернатора Сергея Морозова и в рамках реализации национального проекта здравоохранения в ближайшие годы в регионе планируется снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%. Рината Леулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ.